Проливной дождь, накрывший регион в праздничные дни, принес массу проблем жителям сразу нескольких муниципалитетов Дагестана и даже туристам. Только в Карабудаххенском районе пострадали сразу три села. Размыло дороги, перебои с энергоснабжением, вода в домах жителей. Не просто было и в Казбековском районе, где в плену воды оказались туристы, переехавшие полюбоваться красотами Сулакского каньона. Детали узнал Абдурахим Белалов в Даганай. Кадры мощного потопа были сняты на этой улице Башира-Халилова. А это двухэтажный дом, который первый принял удар стихии. Ворота здесь стоят автоматические, которые, кстати, и не выдержали сильного давления воды и распахнулись. Силевой поток зашел во двор. Сейчас здесь друзья, соседи, родственники хозяина дома помогают устранять последствия наводнения. Вода за считанные секунды поднялась выше метра и пробралась на задний участок двора, где расположена летняя кухня. Вся мебель разбухла, а холодильник, стиральная и посудомоечная машины пришли в негодность. Уровень воды продолжал подниматься. Грязевой поток подступал к окнам дома, но в это время обрушилась стена сада и течение двинулось дальше, рассказывает хозяин дома Булат Муташев. Хорошо, что я ее построил, такую легкую стену, забор, как бы ее сразу снесло и вот так пошел дальше сели. За стеной у соседей стоял небольшой курятник, на него и упала часть ограды. Из 15 птиц выжила только одна. Чтобы выяснить, какие еще проблемы принес сильный дождь жителям Крабадахкента, мы отправились по направлению течения грязевого потока. И возле первого дома замечаем баррикаду из фанер, досок, тумбочки и стола. Вазипат Ильясова рассказывает, вместе с сыновьями и соседями, поспешившими на помощь, они спасали имущество, как могли. Даже я вначале не знала, что здесь вода. А где вы находились в момент потопа? Мы вот в доме были, сразу вышли, увидели через окно, что с той стороны уже вся вода, поток. А потом сразу вышли сюда, дверь вот эта открыла я, и отсюда поток пошел. Бессонная ночь была и у Мурада Ахмедова. Из его дома лопатами черпали воду. Она просочилась во все комнаты через стену. Жить, конечно, в таких условиях нельзя. Придется остаться у родственников или соседей, говорит мужчина. Мне уже заново надо делать, и ламинат выкидывать надо, и заново надо ремонт делать. Дальше эти стены, что покажут, я не знаю. А давно последний раз ремонт делали здесь? Где-то два года назад. Принесенный ущерб не так страшен, делится Айшат Исаева. В момент потопа женщина испугалась за своих маленьких детей, которых буквально до того, как через ее двор пронесся мощный поток воды, она отправила в магазин. Минуты не было, как старшая туда отправила. Сразу ливен пошел. Даже они не знали. Такого наводнения никто из жителей села не помнит уже давно. Обычно вода шла в обход села, рассказывает Абдурахман Османов, начальник гражданской обороны Карабудахкенского района. Дело в том, что участки земель, откуда и должен был пройти грозевой поток, засыпаны и застроены. Мы утром сюда выезжали главой района Махмургусейновичем и со специалистами, а также присутствовал глава села Карабудахкен. Но нами завтра будет создана комиссия об оказании помощи людям и что можно им оказать и решение этого вопроса. Но предварительно мы пришли к такому выводу, что здесь можно этот канал продолжить до конца и через эту дорогу его пропустить. Имеется в виду, что за этой дорогой стоит речка. В селе теперь восстанавливают электроэнергию. На участках дорог работает техника по восстановлению движения. Кроме того, руководство района уже обратилось на имя в рио главы Дагестана Сергея Меликова для оказания необходимой помощи. Надо сказать, что проливной дождь, накрывший регион, принес массу проблем жителям не только Карабудахкенского района, но даже туристам. В Казбековском районе в водном плену оказались туристы, приехавшие отдохнуть на Сулакский каньон. Сейчас с ними все в порядке. Абдурахим Белаав, Даганай, Гаджи Магомедов, Рамазан Амаров. Время новостей. Карабудахкент.